21 Олимпийские игры в канадском городе Ванкувер дали такие пугающие результаты, каких наша сборная не показывала ни разу за всю историю участия в зимних Олимпийских играх. Три золотых, пять серебряных медалей и семь бронз. В итоге 11 место. История нашего участия в этих престижных состязаниях началась в 1956 году. Дебют был ошеломляющим. Советские спортсмены одержали уверенную победу в неофициальном командном зачете и заняли первое место как по общему количеству полученных медалей, так и по выигранному золоту. На протяжении последующих 32 лет советская сборная не опускалась ниже второго места, оставаясь лидерами Белых Олимпиад. Все девять зимних Олимпийских игр Советский Союз был на вершине спортивного успеха, которые подтверждали только первые и вторые места. Первая Олимпиада после распада Союза состоялась в 1994 году. 17-е зимние игры, проходившие в Норвегии, продолжили традицию успеха. В общем командном зачете Россия заняла лидирующее первое место. За последние 16 лет ситуация изменилась кардинально. Сегодня 11-е место. Это «Нед Шоу Реалисты». Это «Нед Шоу Реалисты», совместный проект Общественной палаты Российской Федерации, Гуманитарного института телевидения и радиовещания. С вами я, Руся Амадян. Здравствуйте. О чем мы будем говорить, я думаю, вы уже поняли. Только хочу добавить, что по мнению журнала Forbes на Олимпиаду, на подготовку спортсменов ушло более 3 миллиардов рублей. И перед тем, как начать наше ток-шоу, я бы хотела перейти к голосованию. Как вы думаете, уважаемый зал, в чем провалы нашей сборной? В недостаточном финансировании или причина в самих спортсменах? Недостаточное финансирование – красная карточка, а причина в самих спортсменах – синяя. Уважаемые дебозеры, на чьей вы стороне? И подведите аргументы. Я хоть и проголосовала за недостаточное финансирование, но считаю, что проблема системная. Здесь и проблема и в кадрах тренерских, и в мотивации, и в идеях спортсменов. Ну и, конечно, финансирование тоже. Какие-то деньги могут не доходить, то есть нецелесообразно использоваться. Кому-то, какому-то виду спорта выделяется больше денег, а он этого не оправдывает. А вообще деньги не вкладываются в массовый и в детско-ютношеский спорт. Вот это вот самая большая проблема, по моему мнению. Спасибо. Проблема заключается в следующем. Все олимпиады, которые проводила Россия уже как самостоятельное государство после 1991 года, мы играли на том, что было наработано в тот период, в советский. Каких-то новых инструментов, новых технологий, новых методик для подготовки спортсменов сделано не было. Спасибо. Мы об этом поговорим попозже. Лично я считаю, что финансирование идет достаточно большое. Но вопрос в том, куда идут деньги, в чей карман. Те же представители Виталий Мутко, министр нашего физкультуры и спорта, Леонид Тягачев, который представляет Олимпийский комитет, они сейчас в такой ситуации, что, допустим, президент Путин их, можно сказать, прижал к ногтю. Извините за оговорку. В общем, их прижали сейчас к ногтю. То есть они взяли деньги якобы на нужды олимпийцев. Но на самом деле эти деньги пошли на пиар-компанию «Сочи-2014» в Русском доме. Эти деньги пошли на какие-то мероприятия, на какие-то развлечения. Но спортсменам лично деньги не были выделены. И даже об этом говорит Евгений Плющенко. — Дело в том, что у нас, как не как у всех стран, спортсмены на государственном финансировании. Они получают зарплату. И мне кажется, что основная проблема в том, что вот есть уверенность некая, что вот ты свой кусок хлеба по-любому отработаешь. Ты приедешь без медали, ты приедешь там с 12-м, с 24-м, с 75-м местом, ты все равно получишь своенное количество тысяч рублей в месяц. У других стран такая практика не повсеместна. Например, Канада, лидер по командному зачету в этом году, у них все спортсмены в свободное от подготовки к Олимпиаде время работают в офисах. Они не профессионалы. Они сами зарабатывают деньги на то, чтобы тренироваться, на то, чтобы покупать себе форму. И именно поэтому для них результат наиболее важен. И вот, как сказал уже молодой человек, мы все надеемся на багаж советского спорта, но далеко ли мы на нем уедем? Вопрос остается открытым. Спасибо, господа депутеры. Я бы хотела пригласить в студию наших экспертов. Заместитель секретаря общественной палаты Михаил Владимирович Островский. Член общественной палаты, олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира и Европы Павел Анатольевич Клопков. Мы очень рады, что вы к нам пришли, выделили для нас время. И я бы хотела услышать вашу позицию. Наверное, я первый отвечу, да? Ну, наверное... Ну, наверное... Нельзя так говорить, что мы занимаем, а мы заняли, наверное, да? Вот это место на Олимпиаде в Ванкувере. Наверное, мне правильнее, скорее всего, говорить о том, разбирать каждый вид спорта в отдельности и каждое выступление в отдельности. Почему проиграл тот или иной спортсмен, да? Ну, совершенно очевидно, да, если у нас вот такие итоговые результаты, то есть какая-то системная, наверное, проблема существует. Уже стала, скажем так, расхожей фразой, что советский спорт уже закончился, уже совершенно другая у нас в стране экономическая и политическая обстановка, да? И, наверное, вот сейчас вот то место, которое мы на самом деле занимаем, да, и которое мы, в принципе, заслужили. Единственное, что, конечно, ожидания наши были завышены, наверное, у большинства россиян были завышены, и мы надеялись, и мы надеялись на то, что этот результат будет выше. Мы очень многого хотели от наших хоккеистов, от фигуристов, от саночников, фигуристов, но, к сожалению, реальность такова, что это место, наверное, сейчас наше. И были бы мы не одинственными, были бы мы седьмыми, наверное, ситуация не очень сильно, наверное, изменилась, как мне кажется. Поэтому, наверное, хорошо, что я считаю, что хорошо, что это сейчас случилось сейчас, а не в Сочи. Поэтому это дает нам пищу для размышлений. И если вот в каждом виде спорта, каждый там президент федерации, главный тренер наметит путь для исправления ситуации, как в некоторых видах спорта уже есть, есть работа персонала, и мне очень понравилось, честно сказать, как в биатлоне, сделали такой экспресс-анализ. А как вы прокомментируете наших дебатеров, которые высказывались по этому поводу? Ну, честно сказать, как мне кажется, вы имеете право на такую точку зрения, потому что вы смотрите на эти стороны, но ваш взгляд непрофессиональный, в большом счете, вы не знаете изнутри ситуацию со спортом. А вопрос денег, ну, понимаете, что значит много или мало, да? И что, сколько должно быть обложено? Вы знаете, что в советский период очень много средств вкладывалось не только по линии спорта и спортивных, а еще по линии Динамо, по линии армии, по линии профсоюзов. Я не знаю, насколько они учитывались, наверное, так комплексно, да? Но средства-то были вообще огромные, и так по некоторым подсчетам они были раз в 10 выше, чем сейчас. Спасибо, Михаил Владимирович. Ваша позиция? Ну, знаете, я, в отличие от Павла, все-таки не профессионал в области спорта, и могу рассуждать об этом только как зритель, как любитель. Ну, я согласен с теми, кто говорил о том, что проблема системная, и Павел, собственно говоря, об этом сказал, она, безусловно, системная. И здесь, наверное, надо учить все факторы, учесть все факторы, которые к этому моменту подошли. Спасибо, про систему мы поговорим чуть попозже, а сейчас я бы хотела просто напомнить, что тема нашей первой части – деньги и победа. Субтитры сделал DimaTorzok